Это один маленький шаг для человека, один маленький шаг для человека. Вот он, так сказать, в пробирке, да, их изготавливают на другой планете. Да, друзья, когда будем надувать, обязательно зайдите в описание канала, там я оставлю ссылочку на очень хорошего человека, спонсора канала, который мне помогает с ашторами-ширанами, вот с этими зелененькими ашторами. Так что заходите туда и в тикток, в инстаграм, подписывайтесь, делайте заказы, очень хороший человек. Тоже, может быть, вам тоже подгонят ашторов-ширанчиков. Ну, аштор-2, приветствую, сейчас мы будем тебя как в матрице делать. Блин, а он не лопнет. Нормально или еще надо? Нормально, да? Ну, чуть-чуть. Все, дальше уже чувствую, некуда. Надо завязать теперь аштора. Завязываем аштора. Блин, палец, палец, ай-яй-яй, палец почти завязал. Ай-яй-яй, так, 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 так. А, что не завязывается-то? Я устал. Так, подождите, подождите, аштор, аштор. Давай, давай, аштор, не хочет он завязываться, представляете? Живой. Блин, живой, живой. Почти, почти, почти. Оп, получилось, получилось. Оп, оп, почти, почти. Ну, как-то так. Вот он, смотрите. Здравствуй, аштор 2. Прикольно. Да, друзья, подписывайтесь на телеграм, там будет больше ашторов. Там дофига ашторов со второго канала разных. Быстрее приходят уведомления. Ну, и, конечно же, мне важно знать, что вы меня смотрите, поддерживаете, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Да, прикольный аштор. Ну, здравствуй, аштор 2. А твой братец что-то совсем завял. Да. Ну, ладно. Поставим его на его место. Ну, теперь два аштора, все нормально. Погнали! Мы раскачаем всю эту уфологическую тусовку. Друзья, я наконец-то получил права на управление НЛО. Настоящей летающей тарелкой. Здесь даже написано, что разрешено во всех галактиках. Представляете? Ну, конечно, здесь немножечко пометка стоит, не нарушать правила, не превышать скорость света. За это штрафы. Да, те, кто хотел меня покатать на тарелочках, подписчики, я знаю, судя, у вас есть какие-то инопланетяне, или которые имеют связь с ними, вы теперь можете меня спокойно брать и приглашать. У меня есть права, разрешение на полет на тарелках. Прикольная вещь, да? И, кстати, я не покупал. Я честно сдал все правила. В астероидной змейке сдал. Посадка, взлет с планеты. Боковая парковка на крейсер инопланетный. Залет, взлет с материнского корабля. Я все это сдал. И, поверьте, это не так просто. А еще облет черных дыр. Самое сложное было. Самое сложное было это подлет к горизонту событий и вылет из него. Там буквально у тебя несколько секунд есть на верное или неверное решение. Но если это неверно, я бы здесь не сидел. Так что поздравьте меня, друзья, со сдачей экзаменов права на НЛО. Надеюсь, скоро мы будем летать вместе. Ну, поговорить я хотел немножечко не об этом. Я просто похвастался. О видах летающих тарелок эта тема давно назрела. Мы с вами как-то хотели поговорить о видах пришельцев, но я пока еще не так сильно в этом разбираюсь. И спасибо вам большое, что вы пишете мне в комментариях, какие бывают пришельцы. Продолжайте об этом писать. Вместе мы доберемся до истины. Потому что я еще, честно говоря, в этом во всем плаваю. В принципе-то на самом деле, честно, я и завел канал, чтобы вместе с вами продвигаться к истине. Потому что без вас я никто просто. И звать меня никак. К сути, на оборотной стороне моих прав написаны, нарисованы летающие тарелки, на которыми я могу управлять. Различные корабли пришельцев. Сейчас вам поближе сделаю. Вот видите, тут есть различные. Там, допустим, корабль-база, объект цилиндрической формы. Значит, тип старой блюдца, тип Сатурн, снарядообразный. Бразилия в 58-м году. Ну, я так понимаю, это те НЛО, которые когда-то где-то замечали. Их так теперь классифицируют. И я подобрал небольшую видеоподборочку о разных. Ну, давайте основные. Начнем с блюдца. Блюдца это самое-самое распространенное. Вот мы видим здесь еще диски Шаубергера. Это 10-метровые такие. Говорят, их видят в Антарктиде. Говорят, их видят на Луне. Возможно, нацистская Германия туда, куда ты улетела. Кто знает. Кстати, мы будем об этом с вами еще говорить. В правом верхнем углу вам вылетит подсказочка. Мы с вами обсуждали, что есть такая версия, что НЛО это земные технологии. Секретные земные технологии. Не все, конечно, ну, где-то процентов 60-70. Все возможно, друзья. Пожалуйста, проходите по ссылочке наверху. Посмотрите, кто не смотрел. Довольно занятная версия. Очень хороший там эксперт все объясняет. Да, проходите, посмотрите. Ну, а мы продолжим. Дискообразные. Дискообразные их видят очень часто. И в последнее время еще больше их видят. Особенно в Южной Америке. Там их просто огромное количество. Посмотрите, я вам даже в видеоподборочку подобрал. Они просто вот там кишат. Я не знаю, что происходит в Южной Америке. Мы с вами говорили про крушение НЛО в Бразилии. Мы с вами говорили и о том, что в Перу там что-то происходит. Вообще, вся Южная Америка, это, мне кажется, какая-то огромная база для инопланетян. Что там происходит? Почему именно Южная Америка? Я не знаю, друзья. Пишите в комментариях. А мы переходим к следующему виду. Это сигарообразные или снарядообразные. Кому как удобно. Таких чаще всего замечают где-то над морем, до океанами. Очень много фотографий. Моряки-подводники это делают. Обычные гражданские моряки. Они бывают маленькие, бывают огромные. Бывают двигаются быстро, бывают медленно. Но в основном их видят где-то около воды. Вот это тоже вопрос, как вот они вообще появляются. И сигарообразные, возможно, какие-то мини-материнские корабли. А оттуда такие дирижабли. Оттуда высаживаются более маленькие корабли. Да, видео в интернете тоже очень много на этот счет. Ну и я, конечно же, могу управлять, согласно этим правам, таким материнским кораблем. Этим маленьким таким мини-материнским кораблем. Крейсером. Идем дальше. По списку, чем еще я могу управлять. Всякими кругленькими штучками могу управлять. Вот прям круглые-круглые. Прям такие вот, как огоньки. Кстати, совсем недавно их видели над Ладожеским озером. Очень много. И они группируются. Их часто видят в группах. Это не похоже ни на что. Ни на ракетницу, ни на какие-то сигнальные огни, ни на китайские фонарики. Очень странно их стали замечать именно над водой все чаще и чаще. Что находится в Ладожском озере? Что там под водой? Ну там вообще Карелия начинается. Там очень много всего интересного. Это очень интересный регион с точки зрения эзотерики, аномалии. Такие же огни наблюдают в Бермудском треугольнике. Довольно часто. Вот посмотрите, довольно старая запись, как рыбаки убегают от НЛО в Бермудском треугольнике. Очень интересно. Эксперты посмотрели на эту запись. Признали ее не фейком. Это настоящая запись. Правда, она была сделана в 94-м году. Еще на пленку. Многие критики сказали, как так? Вот так болтанка опять какая-то непонятно. Все трясется. Ну, ребят, попробуйте на лодке, которая идет на полном ходу. Удирает от пришельцев. Стоять с камеры ВХС формата и снимать без стабилизатора что-то ровно. Я на вас посмотрю. И потом выложите эту запись, попробуйте. И мы вместе тогда ее разберем. Да, вот очень интересное редкое НЛО, оно похоже на самолет, как бы с крыльями, такие кресты. Их тоже наблюдают, но не так часто. Я так предполагаю, это какие-то корабли из другой галактики. Конечно, подборочку вот с этими кораблями, такими крестообразными, мне найти очень сложно. Все-таки что-то попадает в сеть. Я хочу обратить ваше внимание на всякие треугольные НЛО. Мне это больше всего нравится, пирамидальные. Их, кстати, наблюдают на Ближнем Востоке очень часто. Ну и опять же, в нашей с вами любимой Бразилии и Южной Америке. Почему именно треугольная форма? Может быть им так удобно? Пирамиды тоже построены в треугольной форме. Мне кажется, это может быть они и есть, строители пирамид. Ну кто знает? Пишите в комментариях, конечно, ваше мнение. Повторю, что я могу тоже управлять треугольными НЛО. Самый быстрый, которым говорят, управляют пришельцы из расы Грейс, серые. Ну так их называют, это меня уже научили. Ребят, поправьте меня, если я не прав. Это куплообразные. Вот это очень интересно, потому что появилась в сети запись. Она довольно тоже старая, ВХС 2007 года. Мы с вами, кстати, ее разбирали на полный разбор. Сейчас вам выползет подсказочка в правом верхнем углу. Посмотрите, кто не смотрел. Они почему-то тоже зависают над всякими промышленными, техногенными объектами. Опять же, над водной поверхностью, в океанах, в морях их замечают. Эта запись, которую мы с вами разбирали, ее сняли в Турции в 2007 году. Опять же, на ВХС, но с очень хорошим зумом и камерой. Там даже можно разглядеть пилотов, пилотов, друзья. Экипаж пришельцев. Почему я так эмоционально завелся? Потому что я тоже могу управлять вот этой штуковиной. Осталось маленькую такую сделать поправочку. Где мне найти вот какой-нибудь корабль поуправлять? Друзья, пишите в комментариях, если у кого-то в гараже завалялся какая-нибудь Enterprise, тарелка какая-нибудь летающая. Ну, вместе мы тогда заведем. Да, ребят, я проставлюсь вам сразу. Вы меня там покатайте, там до луны обратно дайте порулить. Ну, и в принципе нормально. Обменяемся контактами, будем делать это на регулярной основе. Будем вместе зависать над всякими домами, прикольными местами, где много людей. Они будут это снимать, выкладывать в интернет. И для нас будет опять же новый контент для обсуждения. Но мы никому не скажем, что были на тарелке мы, и мы управляли кораблем. В принципе, в целом, все эти НЛО, они более-менее похожи. Они такой круглый, либо сигарообразной формы, либо куполообразной. Встречаются исключения, как говорю, как самолетики, как крестики такие, и как пирамиды. Может быть, здесь разница идет цивилизации. Возможно, у каждой цивилизации своя форма тарелок, своя форма кораблей. Это не исключено, это нормально. Но все-таки мне больше интересно, какой цивилизации принадлежит каждый корабль. И другой вопрос, почему их так много здесь на Земле? Действительно, просто кишит, кишит вся планета. Просто куда ни посмотреть, их огромное количество. Почему так происходит, друзья? Что-то у нас здесь на Земле все-таки есть, что-то у нас здесь находится, что им интересно. Как я понял, они на нас вообще внимания, как на мураев, не обращают. Как-то даже немножечко обидно. Ну вы вступите в контакт хоть, ну в какой-нибудь полуоткрытый. Умекните, а то только вот так вот помажете крыльями, так сказать, своими сигарообразными объектами перед объективами камер случайных редких очевидцев. Да и то качество, как вы сами мне пишите, на тапок, на сапог или на какой-то утюг снятый. Я соглашусь. В общем, надо что-то делать. И мне кажется, что вот с этой княженцей, с этими документиками, с этой ксивушкой мы прорвемся. Просто будет мега прорыв. Мы всю эту тусовку уфологическую порвем. Раскачаем. Полетим на тарелке. Да, я специально попытаюсь собрать, подобрать огромный корабль, чтобы все вместе покататься. Это было бы офигенно просто. Ну хотя бы я повторюсь, в пределах солнечной системы посмотреть, что там, да как. Может быть там жизнь на Юпитере есть, на Сатурне. Может быть чуваки с Юпитера заберут верховного лидера, ну и так далее. Да, кстати, что-то я рыпачок начал читать. Как вам идея? Может быть биток записать? Пишите в комментах. Вообще, конечно, этих тарелок мыслимое и немыслимое количество. И мне кажется, мы живем в прекраснейшее время, когда мы можем это все наблюдать. Нам остается просто почаще смотреть вокруг, в небо, ну и пытаться что-то записать и поймать. Вот одна из записей, одна из последних записей, которая очень интересная. Это 2005 год. Ну как сообщается, опять же, снято на ВХС, где-то в районе Саудовской Аравии, на закрытой территории. Потому что Саудовская Аравия, она вся и сплошь состоит в основном из закрытых территорий, куда не пускают гражданских, туристов. Я бы не сказал, что это по примеру Австралии. Кстати, ссылочка на Австралию сейчас в правом верхнем углу вам вылезет. Ну, что-то схожее. Возможно, в будущем мы будем говорить с вами про Саудовскую Аравию, потому что это теория палеоконтакта, тема палеоконтакта. Это Моисей, это Ветхий Завет. Это тоже очень интересно с точки зрения науки, так сказать, вот тех событий, которые там описываются. Но это очень интересно. И вот эта запись, которую я вам нашел, меня как-то зацепило. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Здесь мы видим, как тарелка приземлилась в пустыне. Оттуда выходит пришелец, а потом она резко взмывает воздух. Вылетает, улетает. Смотрите, там даже видно, как открывается отсек. Люк какой-то открылся, ступеньки. Какая-то фигура гуманоида, пришельца. Я не знаю, кто это, что это. Оттуда это сошло. И в итоге, как я понял, это осталось на земле. А сама тарелка резко улетела. Это, конечно, будоражит просто все мыслимое и немыслимое. Есть, конечно, уже два вопроса. Ну, качество это понятно. 2005 год и как это написано в ВХС. Второй момент, который удивляет. Как так вот оператор близко это снимал. У него выдержки хватило. И пришельцы его не заметили. Да, много вопросов. Может быть, какой-то слишком качественный зум. Не знаю. Просто вот до сих пор идут споры вокруг этой записи. Фейк это или не фейк. Но как мне представляется, это где-то процентов 70 на 30. Что это не фейк. Запись, конечно, уже будоражит и впечатляет. А самое интересное, что кто это остался на нашей земле. Вот так вот высадили какое-то аэротакси. Какое-то межзвездное такси. Высадили гуманоиды и дальше полетели. Вообще все возможно, конечно же. И да, я могу водить такую же тарелку. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь в комменте. Я отвечаю на все комментарии. Если кто-то хочет со мной лично пообщаться, пишите на мейл. Вот он вам высвечивается. Потому что многие спрашивают, какое у тебя мыло. Но я уже устал повторять из выпуска в выпуск. Вообще в описании канала всегда найдете мой имейл. Я на имейлы тоже отвечаю. Не так быстро, как на комментарии. Но тоже отвечаю на все письма. Друзья, вскоре я запущу опять наш большой стрим. Будет весенний стрим. Я выберу дату, время. Поудобнее постараюсь всем сделать. И очень долгим хочу его сделать. Сейчас я тестирую немножечко оборудование. Как это, чего будет. В любом случае, друзья, подписывайтесь на телеграм. Потому что туда приходят просто быстрее оповещения. Я понимаю, многие мне пишут, что-то мне не заходит в телеграм, что-то не заходит. Но это специально придумано, что просто быстрее приходили оповещения. Кроме того, те, кто не подписан на второй канал, там выходят ролики со второго канала. Так что, друзья, вы многое пропускаете. Ну и плюс иногда я туда пишу что-то текстом, такое, что невозможно сделать видео. И да, друзья, кто умеет делать бит, напишите об этом либо в комментах, либо в личку на мейл. У меня здесь созрела идея для трека. Так что, может быть, мы с вами вольнем прикольный совместный фит. Всем бодрости духа, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокол, чтобы не пропустить все уведомления. И все будет хорошо. Всем позитива, всем добра. До скорых встреч. Пока. Я устал. Мы раскачаем всю эту уфологическую тусовку. Кто блуждает под ним, звезды растворятся с утра, оставляя небо пустым. Нам хотя бы ты здесь, где в небесном саду, но глаза, что подняты ввысь, рая никогда не найдут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok